Отличная машина. Радио только не работало, но он починил. 150 тысяч сомов. Именно столько турист из Новой Зеландии, Том Хэссел, месяц назад отдал за эти жигули. Думал, что купил и потом сможет продать. По крайней мере, так договаривался с владельцем, через гугл-переводчик. Однако доверенность оказалась без права продажи, и срок этого документа истекает уже через месяц. Когда я покупал эту машину, мы пошли к нотариусу. И там владелец автомобиля сказал, что с этими документами я смогу ее продать, когда в ней больше не будет необходимости. Но когда администратор хостела позвонил продавцу, он заявил ей, что я не купил машину, а всего лишь взял ее в аренду. И не о чем тут больше говорить, сказал он. Пробовал Том ходить и к нотариусу, который оформлял доверенность, но никого на месте не застал. Мы решили созвониться с продавцом жигулей, Алиханом Амировым, ответил его брат Тимур. Брат у нас занимается машинами. Если он уехал в Литву, он будет через месяц. Они граждане заграничные. Если они уехали заграничные, у них оговор был такой. Вы на сколько берете? Они взяли на два месяца, понимаете? Они должны через два месяца были приехать, а брату продать 40% ниже, что ли, какой-то заговор какой-то был. Они как граждане заграничные, чтобы никого не сбили, там за границей никого не бросили, и поэтому им оваждение дали доверенность. Он говорит, что я дошел к кому-то, чтобы купили машину, возили проблемы. Он пропишет напрямую, что ваша оформлена на какой-то человекооформленная машина. Он даст вам доверенность. Опять, видимо, снова. Это было вот в субботу, и с тех пор тишина. Юрист, вызывавшийся помочь Тому, показывает его переписку с теми, кому он месяц назад отдал 150 тысяч сомов за машину. Ни слова об аренде и о невозможности продажи, но есть про выдачу доверенности, которая должна помочь в заключении сделки. Юрист уверен, Тома обманули, воспользовались тем, что он не знает ни русского, ни кыргызского. А нотариус, по ее мнению, помог провернуть это дело. Нотариусу уже был отзыв неоднократный за грубые нарушения. Такое ощущение, что там целая группа людей, которые работают на этом рынке, которые находят покупателей, будут в заблуждение, по обману путем, забрать на них деньги, дают доверенность на машину из того, чтобы оформить машину нормально. Мы уточнили в ГРС, оформлять доверенность на иностранного гражданина с правом продажи можно. Техпаспорт, признающий полноправным владельцем иностранца, нет. Турист из Новой Зеландии тем временем намерен добиваться справедливости. Уже написано заявление в РОВД Соколугского района и в МВД. Юлия Кулешова, Роман Ким, Телеканал, Апрель.